Мангольд и свекла Существует пять подвидов Сикла включает различные вариации Мангольда Эскулента, которому принадлежит столовая свекла Рапа, которому относятся сорта кормовой свеклы Альтисима состоит из различных сортов сахарной свеклы И Маритима, свекла обычная, морская, дикий мангольд Его можно найти на побережье Атлантического океана в Европе и даже так далеко, как в Индии Некоторые виды и сорта свеклы скороспелые, другие культивируются для хранения Цвет корней может варьироваться от розового к красному, переходя к желтому, лиловому и иногда белому Их форма также очень разнообразна, так как есть округлые, плоские, длинные и конические корнеплоды Мангольд чаще всего известен своими белыми стеблями и зелеными листьями Но есть также желтые, розовые, красные Некоторые сорта полностью зеленые и более мелкие, напоминающие дикие виды Опыление Маленькие цветки мангольда и свеклы являются обоеполыми Но тычинки, мужские половые органы, выпускают свою пыльцу до того, как пестик, женский половой орган, становится восприимчивым Следовательно, они являются автостерильными Мангольд и свекла аллогамны, потому что им нужны другие растения для обеспечения их опыления Они также анимофильные, опыляются ветром Однако некоторые насекомые, такие как двукрылые клопы, также могут опылять свеклу и мангольд Все сорта мангольда, включая дикие и все сорта свеклы, включая кормовые и сахарные, могут скрещиваться друг с другом Чтобы избежать нежелательного скрещивания, оставляйте расстояние в один километр между двумя видами бета-вульгарис Это расстояние может быть уменьшено до 500 метров, если есть такой естественный барьер, как живая изгородь В регионах, где выращиваются семенные растения свеклы, плантации разделяются дистанцией в 7 километров Сортовая изоляция также может быть обеспечена с помощью двух поочередно открываемых противомоскитных сеток К этой технике мы будем ссылаться в блоке о техниках изоляции в разделе «Основы семеноводства» Цикл развития мангольда и свеклы Выращивание семенных растений мангольда и свеклы в первый год вегетации такой же, как и для их потребления Они дают свои семена только на второй год ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на образование большого количества семян с одного растения Важно оставить десяток растений для сбора семян для поддержания хорошего генетического разнообразия Обычно свеклу собирают осенью в конце первого года вегетации При выкорчевывании урожая растения для сбора урожая отбирают в соответствии с определенными характеристиками Сорты такими, как цвет, форма, крепость корнеплодов Корни слегка очистят без промывки Листья срезают над корневой шейкой Затем их помещают в песок в хранилище, чтобы защитить от мороза и света Идеальными условиями хранения является температура 1 градус Цельсия С уровнем влажности от 90 до 95% В течение зимы нужно тщательно следить за корнеплодами, чтобы устранить гнилые Что касается монгольта, то в регионах с суровыми зимами и сильными морозами Необходимо собрать урожай и спрятать его в защищенное место осенью Листья срезают на уровне корневой шейки, кроме центральных листьев Не ранив их, храните корни в погребе, в ящике со слегка увлажненным песком Но в основном монгольт может зимовать на улице Если у растения хорошо развита корневая система Мульчируйте их соломой во время особенно холодных периодов Чтобы защитить их В районах с мягким климатом свекла может оставаться в земле зимой При условии, что она высеяна поздно, в августе или сентябре Весной выбираем корни для производства семян Вы можете открыть воротник, чтобы осмотреть его И избавиться от тех корнеплодов, которые не соответствуют требуемым характеристикам сорта Но этот метод не лучший для выбора семенных растений Лучше их извлечь из земли, отобрать и сразу же пересадить Для корней монгольта и свеклы, хранящейся зимой в погребах Пересадка производится таким образом, чтобы шейка находилась на уровне земли Участок с растениями следует хорошо полить Следующие шаги цикла одинаковы для монгольта и свеклы Светоносные стебли растут высотой полтора метра Часто их необходимо подвязать к опоре Процесс дозревания семян свеклы и монгольта Может быть очень трудным Или невозможным в районах, где разница между продолжительностью дня и ночи Недостаточно велика Им нужны долгие летние дни для плодоношения Срезайте цветочные стебли после росы, когда первые семена созревают Семена на самом деле клубочковые То есть это компактное соединение двух-шести семян Вы можете срезать все сразу, но тогда рискуете потерять некоторые из первых спелых семян В любом случае целесообразно их досушить в сухом, проветриваемом и защищенном от солнца месте Извлечение, сортировка и хранение семян Извлеките семена, потерев стебли между руками Лучше одеть перчатки Также можно ходить по стеблям или бить их палкой Для сортировки семян сначала используем грубое сито, которое отделит отходы Затем мелкое сито, которое отделит семена от пыли В конце нужно удалить остатки отходов с помощью веяния, то есть дуть на семена перед собой Или с помощью ветра Всегда нужно помещать в пакет этикетку с названием сорта, вида и года производства Потому что иногда надпись на пакетике может стереться Пребывание в морозильной камере в течение одного дня уничтожит паразитов Семена свеклы и мангольта имеют всхожесть 6 лет Но могут сохранять всхожесть до 10 лет Один грамм семян насчитывает около 50 соплодий Семена свеклы и мангольта имеют всхожесть Субтитры создавал DimaTorzok